всем здравствуйте сегодня в нашем видео мы будем строить рукав и рукав мы будем строить к платью по пройме и это будет такой очень простой способ который я надеюсь будет понятен всем и возможно вы его будете использовать тот рукав который мы с вами сегодня построим он подойдет как для платья так и для блузок и для жакетов и так что нам необходимо снять мерки обхват плеча нам нужен будет обхват плеча и мы измеряем руку там где самая большая мерка то есть в самом широком месте руки вот мы его записали к нему нужно обязательно прибавить мерки не мерки а прибавочки на свободу облегания 46 сантиметра это такой будет он полу прилегающий к четырем ближе это более прилегающий к шестим конечно более такой свободный но не широкий полу обхват груди можно использовать если мы вы захотите сделать по формуле длину рукава и будем брать полу обхват запястья либо вы возьмите вот нет не то что взять и измерить вот запястье в круговую а то каким вы хотите чтобы был ваш рукав вот измерили вот так вот допустим 24 сантиметра и 12 сантиметров записали и так давайте приступим к построению рукава но прежде всего чем мы начнем строить мы сейчас будем с вами строить такой прямоугольник который будет равен ширине рукава и длине рукава для того чтобы определить ширину рукава мы можем взять то что мы с вами уже сделали обхват плеча с прибавками либо высчитать по формуле по формуле мы высчитываем для тех у кого более стандартная фигура если взять фигуру там где допустим большая грудь но при этом тонкие руки конечно формула не подойдет но наверное где-то 90 процентов я думаю что все таки формула подойдет и вот я взяла полу обхват груди 67 сантиметров у нас большой размер довольно таки и формула полу обхват груди необходимо разделить на 3 прибавить 1 сантиметр и затем полученный результат умножить на 2 давайте мы с вами сейчас все эти вычисления и произведем 67 мы разделим на 3 плюс 1 и умножим на 2 вот получается смотрите 46 и 6 или здесь бы мы прибавили получилось бы 44 или 46 вот здесь вот когда мы прибавляем 46 и 6 то есть по формуле когда мы делаем высчиты мы с вами можем сделать минимальные прибавки на шов а можем и не делать рукав не будет полностью идти в облипку и вот получается 46 и 6 то есть мы возьмем 47 сантиметров и можем уже с вами отмерять но я уже даже сложила вот так вот ткань вот у меня 47 сантиметров длина рукава 58 сантиметров и откладываю длину рукава 58 и здесь сейчас тоже откладываем 47 и проводим прямую линию но это у меня линия она просто вот так вот сейчас будет продлеваться и соединяем здесь ну вот здесь смотрите вот у меня идет рисунок вот эти его у меня уходит я его должна все-таки выровнять это очень важно вот так вот я его выравниваю и у меня вот видите одна часть выходит чуть-чуть как бы наверх но я буду делать так чтобы у меня было ровно вот длина рукава это его верхняя часть теперь нам нужно найти центр рукава и будет вот здесь вершина 47 я делю пополам это будет 23 и 5 и здесь тоже откладываем 23 и 5 я еще раз отложу чтобы было более ровная линия этот центр рукава вот вершина рукава теперь нам нужно найти высоту оката рукава и для этого мы берем готовое изделие то которое мы уже мерили вносили корректировки берем платье и нам необходимо померить вот эту глубину именно вот эту глубину и вот я ее меряю у меня получается 21 и 5 вот так вот если я возьму разложу измеряем 21 и 5 21 и 5 вот то что мы проверили и нам нужно взять вот таких вот три четвертых что такое три четвертых значит 21 и 5 мы должны разделить на 4 и умножить на 3 это будет 16 и 1 ну мы 16 сантиметров округляем один миллиметр нам роли не сыграет теперь мы берем и откладываем больше никаких расчетов мы с вами делать не будем откладываем по середине линии которую провели 16 сантиметров вот здесь вот я оставила на шов немножечко 16 сантиметров проводим линию высоты оката рукава немножко сравняю потому что у меня ушла в сторону проверяйте потому что вот видите ткань в этой части немножко другая все теперь мы разделили рука вот на две части 1 часть и 2 часть теперь каждую часть мы делим пополам то есть 23 5 у нас было теперь делим его пополам можем делить просто визуально это не страшно на глаз это тоже будет правильно поделили поделили вот здесь вот теперь у нас вот вершина рукава теперь давайте посмотрим вот эта часть которая будет к спинке сейчас будем строить соединяем вершину с крайней точкой по прямой вот соединили дальше необходимо каждый отрезок который вот мы разрисовали вот этот делим пополам вот этот делим пополам затем от нижнего деления отсюда опускаемся вниз на 0 5 миллиметров ставим точечку по вот этому делению второму поднимаемся вверх на два сантиметра и на два сантиметра вот я буду подниматься не вот так вот а вот как бы вот ли не идет и по ней я поднимаюсь вверх на два сантиметра и от точки там где у нас идет пересечения вот . пересечения опустимся вниз на полтора сантиметра и теперь необходимо нам прорисовать такую дугу которая будет проходить с этой точки через точку 0 5 через точку полтора в точке в двум и к вершине рукава итак мы соединили от вершины оката рукава прошли через точку деления два сантиметра через точку которую мы опустили на полтора сантиметра и вот деление этого отрезка 0 5 и прорисовали потом вы как прорисовали первый раз и потом уже рукав подрисуйте чтобы он был более такой ну правильная как рукава я стараюсь наводить посильнее чтобы лучше вам было видно это у меня такой исчезающий маркер теперь дальше что мы делаем опять-таки от точки вершины оката рукава соединяем вот с этой точкой по прямой точно так же сейчас будем делить по каждому отрезку ну то есть вот у нас идет линия деления уже начинает исчезать вот этот отрезок делим пополам вот этот отрезок делим пополам находим точки и вот от этой точки опускаемся вниз на два сантиметра от этой точки поднимаемся вверх на полтора сантиметра полтора сантиметра два сантиметра и проходим соединяем эти точки так вот вогнутой линии вот здесь вот мы вот эту точечку пересечения идем через нее там мы опускали с вами на полтора сантиметра а здесь мы вот проходим через нее и получаем вот такой вот окат рукава и вот эта часть будет идти к спинке а вот это будет вперед можете надсечку себе сделать сейчас будем складывать рукав мы увидим теперь вот от этой точки я буду откладывать по 12 сантиметров вправо и влево потому что мы с вами вот по запястью проходили брали 12 сантиметров ну сделаю еще конечно я прибавочку на подгибку низа и сделаем так сантиметра три соединяем вот здесь я вам говорила что мы уже прибавки делать не будем вот здесь вот по одному сантиметру я прибавку сделаю потому что в готовом виде нам надо 12 сантиметров вот они у нас и теперь прохожу вот так вот и здесь вот спрямляю вот так идем вот так вот рукав он будет лучше чем просто вот так вот уголком и теперь смотрите вот там где мы будем делать подгибку вы смотрите как у нас идет сюда а тут по прямой значит тут чуть-чуть надо добавить потому что мы будем подворачивать чтобы у нас здесь хватало то же самое делаем в этой части соединяем и идем вот так все теперь рукавчик можем вырезать ну как вы видите ткань у меня сложенная вдвое поэтому будет правый и левый обязательно когда вы делаете выкройку рукава если вы ее строите на бумаге а потом вырезаете на ткани то обязательно складывайте ткань вдвое лицом к лицу либо изнанка к изнанке чтобы у вас не было два рукава на одну сторону вот смотрите когда мы складываем давайте я уже здесь подрежу вот видите у нас как раз идет все правильно а если бы я отрезала здесь по прямой то у нас бы здесь не хватало ткани теперь мы должны с вами проверить возможно будут какие-то расхождения незначительные вот они есть у нас видите это ничего страшного мы сейчас все подкорректируем вот здесь вот я должна уйти вот сюда все и получился у нас вот такой вот хороший рукавчик вот эта часть обязательно должна быть одинаковой потому что вы будете шивать если вы ее где-то вот почему я видите чуть-чуть сместила и здесь вырезала чтобы у вас не было такого что есть одно возьмем рука вот так вот я бы натянула видите уже пошел залом а этого быть не должно вот четко взяли сложили если бы эта часть чуть-чуть у меня выходила за пределы я бы срезала с этой части чуть-чуть здесь ничего страшного не будет все это что я вам говорила вот лицо к лицу то есть у меня вот вот так вот будет правильно если бы было у меня вот так вот то у меня бы было два одинаковых рукава вот кстати переделывала недавние изделия приносили когда вы парала рукава хоть что-то не с рукавами вы парала там два правых рукава конечно там будет что-то не ту вот ну надеюсь по рукавчику все понятно этот рукав теперь можно выметать сделать примерку и дальше с ним работать ну по работе с рукавом если есть какие-то у вас вопросы пожелания пожалуйста задавайте будем стараться отвечать будем стараться показывать надеюсь это такой очень простой несложный рукав и вы будете с ним работать на этом все желаю всем удачи хочу всех поблагодарить за теплые слова которые вы мне пишите всем пока что вы мне пишите всем пока